Три туринцы стали меньше пропускать в первой со стороны. Тарина идет в атаку. Пас на Малинаро. Тот сильно бьет над Перекладиной. Тарина мог положиться на футболиста сборной Сербии. Он прекрасно выполняет стандартные положения. Но этот навес от Эдера. Опасный момент. И мяч летел в створ ворот. Первое попадание в створ у Тарина. А мог забить бразильский защитник Лянко Войнович. Это отнюдь не игрок основного состава. Нет, прошу прощения, Лоренцо де Сильвестри бил по воротам. Было предостаточно. И дальний удар великолепен. Бил Стефан Эль Шарави. Ну а нам дайте, конечно, вот этот удар. 92-го номера Ромы. Мяч не попал в ворота, как мы видим. Уткнулся в линию. Выскочил. Продолжение бы увидеть эпизода. Смотрите. Де Сильвестри. О, какая быстрая игра в пас у Ромы. Великолепная комбинация. Которую, конечно же, испортил вот этот удар левого защитника Эмерсона Палмери. Как идеально его партнеры вывели на ударную позицию. Еще раз ударами Шарави. Но метра 24, наверное, все-таки было. Но Ильянко тоже сюда пришел на без. Удар по воротам. Еще один мяч летает в сетку в результате добивания. И Торино выходит вперед в гостевом кубковом поединке. Лоренцо Де Сильвестри забивает с ноги. Удар, конечно, не терпел контраргументов. Посмотрите, с какой силой вонзил мяч под перекладину правый защитник Туринского клуба. Вот мы видим его статистику в кубке. В трех матчах уже два мяча на счету Де Сильвестри. И удар головой, фактически расстреливая створ, носил Белотти. Как здорово ему партнеры здесь вводили площадку для подключения. А вот уже добивал мяч в ворота после сейва голки. Перевс. И подача гнала на опасный момент. Мяч попадает то ли в штангу, то ли сербский голкипер отбивает его. Мяч с Эль-Шарави получает повреждения. Да, здесь спас свою команду Ваня Миринкович-Савич. Надежно закрыл ближний бот. Янг. Открывается слева Аква. Хорошая передача. И не попадает в цель Симона Эдера. Полчаса еще играть в основное время этой встречи. Напомню, Кубок Италии. Одна восьмая финала. Рома уступает дома, но имеет шанс отыграться. Не попадает по мячу Ундер. Ну, по крайней мере, его встречает довольно высоко. Лянко-Войнович, центральный, кстати, защитник. Эль-Шарави переводит мяч по воздуху в штрафную. И удар по воротам реагирует Миринкович-Савич. И выручает Тарина после... Пошла быстрая игра. Практически мяч не задерживается в середине поля. Удар. Рикошет. И снова сейв свой актив записывает. Да, можно сказать, Тарина вплотную приближается к четвертьфиналу Кубка Италии. Его первый мяч в этом розыгрыше. Но голевая атака на фланге зародилась. Вот так вошел в игру парень по 21 номерам. Посмотрите, голевую выполняет испанец Алекандро Берингер. Большой долей вероятности это его первые касания в игре. Изумительная подача на дальний фланг. Мяч пролетает над головами центральных защит, конечно. Аргентинский нападающий, воспитанник клуба Риверплей. Рома атакует и блокирует удар Джека соперники. А Патрик Шик все-таки забивает. 2-1. Тарина впереди. Ну а шансы на то, что в сегодняшнем матче будет дополнительное время возрастать. Так Патрик Шик ударом из предела в штрафной площади. Просто бонзил мяч в ворота. Да. Здесь ни единого шанса. Не сохранял голкипер Тарина на то, чтобы спасти. Теперь вот линию атаки Ромы. Эдин Джека мяч подхватывает и бьет поворотом. Но ближний. Редактор субтитров. Мар posición. Продолжение следует...